в принципе обычная история ремонт велосипеда но клиент пришел с ютуба то есть наш подписчик на ютубе смотрит наше видео и он говорит а вы будете снимать видео про мой велосипед снимите пожалуйста мне интересно а я как бы всегда кто просит кому интересно или есть какие-то вопросы я всегда ли по ватсапу или вконтакте отправляю видео по поводу того что я делаю там какие-то вопрос возникает то все это можно решать отправляя фотографии видео показывает текущие проблемы и здесь вот велосипед необычный немножко это складной стелс на 26 колесах модель у нее 970 и здесь была у нас проблема с колесами со втулками я подумал что здесь втулки то обычные беру надо менять там ремонтировать и так далее оказалось что втулки на промах эти пром подшипник просто с этой стороны это все и было не видно колесо я снял здесь оказалось пром подшипник сейчас я буду менять промо покажу как я это делаю и соответственно параллельно буду рассказывать всю эту историю вот то есть человек катается катается на работу катается по лесу пробеги не очень большие но постоянные ежедневные регулярные и за счет этого как бы обслуживать велосипед ну не особо такой большой вариант да если каждый день умыть после работы велосипед уже достаточно много проехал но пока вот каретку и нормально все хорошо а вот обе втулочки хрустят очень сильно хрустят сейчас посмотрим что здесь по трансмиссии по тормозам то здесь вот тоже у нас скрипит даже скрипит тормоз мы это обсудили ремонтировать мы его не будем смазывать то что он работает велосипед будет работать как средство транспорта будем обслуживать по необходимости все то что будет постепенно на нем разваливаться вот первую очередь что нам нужно сделать это сейчас вот поменять подшипники в обоих колесах и настроить тормоза дальше я посмотрю по трансмиссии рубашкам по тросикам как все это работает велосипед у нас приехал своим ходом сейчас зима он был весь грязники колеса я помыл уже водой смотрим на износ покрышки протектор уже осталось немного зависимости от интенсивности эксплуатации я бы конечно порекомендовал бы эту покрышку на задние поменять бы ее в этом году то есть может быть не сейчас то что протектор еще есть но или этим летом лете этой осенью уже менять эту покрышку надо однозначно дальше все разобрал перед тем как выбивать пром подшипники надо соответственно открутить с этой стороны и уже гайки все открутил с этой стороны я только-то только что снял заднюю звездочку и вот гайки еще не открутил сейчас я их тоже сниму и сразу же можно все помыть поскольку мы меняем оба подшипника то сразу же обезжиривателем сейчас я все помою чтобы вынимать уже все было чисто . отмыта и аккуратненько выпрессованы подшипники здесь подшипники 62 2 0 вот так вот они выглядят сейчас я их откручу они очень сильно конечно хрустят там не смазки ничего нету есть небольшие люфты соответственно не идут под замену подшипник стоит примерно рублей 100 ну в зависимости от производителя китайский наверно там 50 80 120 рублей какие-нибудь фирменные рублей 200 опять сейчас цены немножко подорожали может быть подороже соответственно нужно не только по номеру подшипника смотреть но еще померить внешний размер и внутренний размер подшипника что тоже могут отличаться и в любой магазин подшипников там купить такие подшипники обратно запрессовать и все соответственно перед запрессовкой еще раз протереть чтоб пылинок пыщинок вот здесь вот не было никаких и то же самое сейчас я сделаю с передней втулка показывать уже не буду процесс абсолютно такой же теперь меняем рулевую рулевая люфтит и скорее всего ей плохо может конечно я просто переберу но поменять будет на даже проще дешевле ведь как ржавчина появляется на рулевой вилка висит то есть на данный момент чтобы я снять надо по ней чуть-чуть постучать здесь внутри резиночка и посмотрите на то есть значит плохо отражается вот там куча куча ржавчины рулевой тоже очень плохо после того как протерли все посадочные места берем пресс или просто шпильку с большими шайбами самыми большими какие найдете или просто молотком и дощечкой забиваете запрессовывать чашечки сюда внутрь принципе без разницы как их сюда запрессовать главное чтобы ровно и плотно они сели теперь нам нужно снять цепь соответственно используясь либо вымыш выжимка либо такие клещи выжимка это если нет замочка а если замочек есть как здесь то соответственно просто клещами его открываем и снимаем цепь смотрим на задний переключатель здесь у нас ролики еще нормальные зубчики еще у нас не ну как вот на этом уже стертый но еще он поездит вполне себе пару лет так что менять ролики мы не будем а вот шатун и менять мы будем и для этого нам нужно открутить сначала эти болты 14 головкой и дальше с помощью специального съемника штунов здесь у меня его видимо нету сейчас принесу покажу как снимать с помощью 14 головки откручиваем винт который притягивает шатун берем вот такой вот съемник по 22 ключ и под по 22 ключ и под 14 головку и дальше его собираемся сюда вкрутить значит нужно обязательно посмотреть что резьба здесь чистое что здесь нет песка что здесь все хорошо и что съемник вкрутится без проблем то что если он криво зайдет там будет песок если он закрутится не до упора он сорвет резьбу и нам потом это шатун практически можно вытащить но это будет намного сложнее больше потратим времени шатун снят сразу я педаль снимаю то есть что потом не на земле откручивать а пока шатун на велосипеде сначала откручиваю педаль смотрите каком ужасном состоянии у нас все находится каретка очень много песка хруста не было но сейчас я сниму второй шатун покручу и посмотрим насколько каретка живая и вот износ звезд то есть на маленькой звезде еще ездить можно на средней звезде ведь какие острые зубья все 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 сточено то есть уже вот на этих зубьях новая цепь очень быстро умрет на большой звезде катались меньше и в принципе здесь износ еще нормально то есть чисто теоретически на большой звезде ездить можно без проблем но клиент катается на второй из-за этого придется менять всю систему штунов соответственно система у нас на алюминиевом штуне стоит она в два раза дороже чем на стальном с клиентом обсудили и поставим ему на стальном потому что 500 грамм веса ему роли не сыграет на этом велосипеде а вот в цене в два раза он сэкономит а ресурс звездочек одинаково тоже девочки все штампованные китайские и состояние каретки все ржавое слушайте внутри нет никакой смазки она уже хрустит но при этом свою функцию выполнять на все равно на менять потому что к сожалению буквально через очень короткое время она она и так все ржавая то есть она скорее всего уже к лету вот здесь начинает закусывать то есть когда надеты штаны мы это не чувствуем когда что мы снимаем и чувствуем что каретки уже хана и видите да какое состояние соответственно грубо говоря мы поставим более дешевые штаны и в эту стоимость поменяем каретку и замена штанов соответственно будет бесплатно потому что все равно каретку менять и сейчас я вот это все щёточки почищу компрессором продуй потому что такое количество грязи оставлять конечно здесь нельзя иначе передний переключатель и так закисший его надо смазать по грязи смазать же я не буду поэтому конечно сейчас я все это дополнительно почищу немножко отряхнули пыль с помощью специального съемника снимаем каретку смотрим что там внутри и потом все это полностью отмываем весь кареточный узел смотрите как все тут заржавела окислилась и настолько окислилась что подшипник при ржавел к левой чашке обычно он запрессован в правую чашку и вытащить его оттуда очень даже тяжело а тут он открутился вместе с чашкой очень огромное усилие мне пришлось сейчас прикладывать чтобы открутить вот эту левую чашку видите сколько ржавчины не смотрим внутри у нас как обычный клондайк песчаный и вот устройство каретки внутри как это все сделано сняли ось подшипника засунули сюда и с помощью специальной поджимки чтоб съемник не слетал надели вот такой огромный рычаг и постукив по нему кувалдой потихонечку очень медленно потому что все прикипевшие потихонечку вот я на пол оборота даже тут меньше провернул сейчас эту чашку сейчас я откручу ржавая чашка за счет ржавчины бороздки увеличиваются в размерах и она хуже откручивается длина здесь 122 с половиной ширина стакана 68 песок как вы понимаете я туда наталкиваю он сам туда попадает через вот это отверстие через вот эту щелочку и еще через какие другие отверстия которые в раме есть например вот может быть отсюда откуда-то вот это все там постепенно гниет и каретку фиг открутишь плюс она вот в таком состоянии ужасного внутренний подшипник тоже там нифига не крутится все теперь все отмываем даже после обезжиривателя компрессора эти сколько грязи там внутри остается это глина какая-то присохши и внутри ржавчина наберем дремель берем вот такой вот ёршик и давшие виды начинаем чистить везде где сможем подлезть основную грязь которую удалось смыть мы смыли переключатель не снимаем и просто смазываем смазкой сейчас разрабатываем смазка внутри впитывается после этого вытираем и каретку поочистили в первые витки куда сама чашка кручивать достаточно чистые теперь с вилочкой поработаем сейчас начало вот это все протрем тряпкой с обезжиривателем чтобы убрать вот эту смазку и все вот эта грязь потом если это ржавчина не сотрется можно шкурочкой мелкой ее удалить и затем снимаем забиваем вот это кольцо чтобы поставить новое смазали подождали пока впитается раз 20-30 отжали подождали пока впитается и все вытерли на сухотряпкой и параллельно вилку соответственно помыли обезжирили пошкурили теперь все хорошо теперь нам нужно надеть нижнее конусное кольцо сюда вот чтобы она легче наделась я возьму смазку смазка вот например вот такая то есть можно любую в принципе использовать и для этого есть специальная такая трубка с наконечником то есть надевается конусное кольцо надевается наконечник и трубка и забивается на свое посадочное место и дальше перед тем как собрать рулевую я сначала конечно чашки протру потому что здесь смазка такая в которой уже могла пыль налететь пока этот все прессовал и компрессором работал соответственно я их сначала протру потом нанесу побольше смазки уже поставлю подшипники и соберу стандартно рулевую то же самое с кареткой то есть перед тем как закручивать каретку я сначала намажу резьбу чтобы легче закрутилась не прикипела и потом легче открутилась то есть и здесь тоже самое смазка у нас впиталась внутрь снаружи мы ее вытерли потому что на липкую смазку будет прилипать грязь смазка нужна только внутри крутящихся движущихся частей снаружи смазка не нужно старая каретка было сто двадцать два с половиной миллиметра поскольку надеваю вместо алюминиевых штанов стальные которые сядут чуть меньше то есть алюминиевые садятся глубже стальные чуть меньше я взял самую ближайшую по длине 122 ровно то есть на полмиллиметра короче всего полмиллиметра даже не заметно и соответственно силиконовую смазку посадил каретку сейчас на силиконовую смазку посажу шатун поставлю заднее колесо поставлю цепи посмотрю насколько все хорошо попадает по чайной ну и только после этого буду с той стороны шатун надевать каретка должна обязательно закрутиться от руки почти до конца и только последний один оборотом может пол оборота уже затягиваем ключом а так если резьба хорошая то каретка закручивать вообще без проблем рукой собрали все на смазку то есть снизу новая смазка сверху новая смазка поставили то же самое количество проставочных колечек все собрали подтянули винтик теперь мы наденем колесо передняя заднем можно деле поставим на землю еще раз защелки моба эксцентрика чтобы колеса встали до упора в посадочные места чтобы была повторяемость потому что на весу вот сейчас я колесо поставил но не идеально за счет она должна может быть на пол миллиметра не защелкнулась это когда поставлена землю надавлю чуть-чуть на сиденье колесо сядет посадочные места и будет полная повторяемость по настройке тормозов переключателей соответственно после этого уже мы протянем рулевую и загрузим вот этот верхний болтик стянем рулевую так чтобы она не люфтила но и не закусывал то есть подберем нужная силу затяжки и дальше затянем эти винты желательно использовать динамометрический ключик он у нас есть и соответственно я могу им всегда проверить затяжку любых винтов садимся за велосипед или встаем на него и затягиваем этот винт который крышечку рулевой держит очень очень даже сильно то есть после того как руль начинает плохо крутиться начинаем по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть там по 5 по 10 градусов ослаблять находим такое место где не закусывает но при этом крутится хорошо дальше вот клиенту напоминаю вам расскажу руль в этом месте крепится его можно видите он сейчас назад загнут его можно чуть-чуть развернуть он будет смотреть вверх и вперед можно вообще вперед его загнуть в зависимости от удобства посадки от того что вы хотите руль можно регулировать наклоном вперед назад и он меняет свою свой угол и свою как бы относительно колеса выше ниже становится после того как отрегулировали рулевую вот эти вот винты затягиваем но не сильно то есть ключ не надо тянуть со всей силы надо просто затянуть винты сила затяжки 5 6 ньютон на метр это очень немного и вот с помощью любого динамометрического ключа затягиваем вот эти вот винты по бокам и вот эти винты тоже можно проверить чтобы сила затяжки была не слишком сильной чтобы мы не сорвали резьбы также попрыскали силиконом на вал посадили шатун силиконом сюда можно если у нас стальной вал и стальной шатун то можно использовать вообще любую смазку абсолютно какой угодно потому что не будет корродировать не как это между собой а вот если допустим будет алюминиевый шатун и стальная стальной вал то некоторые смазки не подходит потому что с алюминием некоторые смазки как-то там не очень хорошо взаимодействует и все теперь просто запрессовываем шатун со всей силы вот сколько силы есть с такой силой запрессован главное не сломать винтик тоже есть там определенные критерии то есть можно использовать большой динамометрический ключ там пишут от 60 до 80 ньютон на метр затяжка и так далее то есть каждый производитель кстати разные пишет мы затягиваем просто все силы сколько есть но с такой силой чтобы не сломать этот винт что потом можно было его открутить и соответственно дальше я надену цепь и посмотрю линию цепи что все будет хорошо что не будь сильного перекоса между передней звездой и задней звездой звезды звездами ну и первый способ проверить что у нас шатун сел плотно мы смотрим на передний переключатель на его рамку и на переднюю звезду то есть видите у нас практически по центру относительно старых настроек стоит звездочка может быть передний переключатель чуть-чуть вышел наружу там на пол миллиметра соответственно в принципе у нас шатун сел плотно все хорошо и длина вала хорошая теперь можно слегка поскольку мы не моем задний переключатель чистый просто нужно почистить звездочки вот от этой грязи то есть щеточка кого-нибудь шило вот эту сейчас грязь уберем и ставим цепь проверяем что линия цепи чайнлайн у нас ровный задний тормоз был настроен немножечко не четко сейчас я поправил чуть-чуть ротор настроил тормоз ничего не цепляет и соответственно линия цепи у нас тоже видите цепочка идеально ровно стоит местный что переключатель чуть-чуть гнутенький люфтит но это ничего страшного у нас семерка самой бюджетной системы все работает отлично то есть линия цепи замечательная задний тормоз настроен сейчас я настрою передний тормоз передний переключатель задний переключатель посмотреть что с передним тормозом то что я снимал вилку все соединял надо его тоже соответственно настроить. Педаль я сразу же прикрутил, чтобы было сейчас удобно все это крутить. И после того, как я все это сделаю, я уже поставил велосипед на землю, прикручу, соответственно, шатун с той стороны, затяну педали и в принципе у нас работа полностью завершена. То есть, грубо говоря, техническое обслуживание велосипеда любого, включает в себя осмотр обоих втулок. Если надо, мы их ремонтируем. Если надо, меняем подшипники, там, перебираем и так далее. Очень часто это замена цепи и замена задних и передних звезд, зависит от износа. Иногда это замена тормозных колодок. Иногда это замена рубашек и тросиков, если они ржавые. И иногда бывает, что вот каретка накрылась, да, или рулевая накрылась. То есть, подшипники, которые в руле находятся. В рулевой колонке. Иногда надо вилку поменять. То есть, техническое обслуживание велосипеда, оно может быть разностороннее. Но вот примерный подход вы увидели на примере этого велосипеда. Здесь мы поменяли практически все, что можно. То есть, и подшипники в колесах, и каретку, и цепи, и все остальное. Единственное, что тормозные колодки не поменяли, рубашки и тросики тоже не поменяли, потому что они пока в хорошем состоянии. Вот такой вот велосипедик. Стелс складничок. Так, еще забыл сказать. Значит, цепь, видите, такая вот. Вы берете вот на большой звезде здесь, на маленькой звезде здесь. То есть, самое большое натяжение цепи у нас происходит. Берете вот так. И она у нас, видите, провисает, болтается. То есть, в принципе, наверное, можно укоротить на 4-6 звеньев. На 4 можно укоротить точно, чтобы она вот так вот не провисала. Дальше, конечно, я еще сейчас вот на эти растрепанные тросики надену рубашечки. Вот на переднем переключателе есть, на тормозе есть, а вот здесь вот рубашечка, видите, такая вот распушенная. Сейчас я ее плоскогубцами зафиксирую и надену наконечник. И самый интересный момент. Здесь у владельца, у клиента стоит вот эта вот защита заднего переключателя. В принципе, она, конечно, защищает задний переключатель от удара. Но она крепится не на вот эти вот, вот здесь вот видите, отверстие на раме, а на эксцентрик. Это не очень хорошо, потому что выреждать падение, может оторвать вот этот колпачок, погнуть эксцентрик и так далее. Я клиенту, конечно, про это сказал, и в видео он это посмотрит. Ну, то есть, вот так вот желательно не делать. То есть, желательно все-таки крепиться сюда вот в раму. Но здесь отверстие большое, соответственно, через какую-то, может быть, шайбу и так далее, но тогда его будет не хватать по длине. То есть, не самый оптимальный способ крепления защиты, потому что, ну, не переключатель сломается, сломается эксцентрик сам. Вот такие вот еще доделки мне надо сделать. Велосипед готов. Крыло я ставить не буду. Замочек тоже не буду вешать, потому что мы его еще на стенд подвесим. И при клиенте все проверим, все покажем. Соответственно, желательно, если вот крылья быстросъемные, замочки, всякие сумочки, все это дома оставлять, ничего с собой не приносить, потому что, мало ли, что тут может потеряться совершенно случайно. И напоминаю, что, конечно, желательно проверять протяжку штанов, протяжку педалей, то есть, покатались дома, взяли гаечный ключ, проверили, что ничего не разбалтывается, потому что левый шатун имеет свойство разбалтываться. Хотя мы сильно затянули, но все равно может раскручиваться. То же самое про все остальные винтовые соединения. Положено перед каждой поездкой, да, согласно инструкции любого транспортного средства, проверить затяжку всех винтовых соединений. Все работает, все отлично. Ждем клиента.